Привет! Некоторым людям в играх необходимо подсвечивать предметы. И как это сделать? Будет проще показать. Во-первых, в описании под роликом имеется ссылка для скачивания материала. Я также покажу на этой коробочке нашей. Вы берете, скачиваете материал и распаковываете его в папочку Materials в папке Content, которая находится. И у вас появляются вот такие пять видов материала, которые как раз-таки необходимы для этого. Три, получается, из них, из этого всего собирается. Вот первые три. Итак, это сам материал, в котором собирается все комплектом, а это Instance, это для настройки. Давайте зайдем, во-первых, в сам материал. Здесь структура большая. Как бы рассказывать, как это все делается, бессмысленно. И, в принципе, и незачем. Если он есть, уже готовый, можете просто ставить. Так, возьмем нашу коробочку. Но для начала, чтобы применить сюда материал, нам нужен постпроцесс. Набираем постпроцесс. Оставляем его на карту. Ну, неважно куда. Хоть в высоте, хоть не в высоте. То есть, вы можете распределить его по всей карте, если у вас небольшой объем. А если вам сложно будет это сделать, вы набираете. Выбираете постпроцесс. Набираете Infinite Extent Unbound. Ставите галочку. То есть, все действовать будет, не включая рамы куба. То есть, все подряд будет действовать с этим постпроцессом. Можем его приподнять, убрать. Так, если мы, допустим, подбежим. Я включил постпроцесс, но не поставил материал. Давайте выберем постпроцесс. И, допустим, мы выберем наш все значения. Так, проще вот так все свернуть. Будет гораздо удобнее. Здесь мы будем искать постпроцесс материал. Он самый первый идет в данном случае. Нажимаем плюсик. Выбираем стрелочку Asset Reference. И ставим наш Material Instance. Вот здесь он есть. PP Outliner Instance. Нажимаем стрелку. Все, мы ее поставили. Если запустим. Допустим, подойдем к персонажу. Видите, у него подсветка появилась. И, как видите, она не важна, какого. То есть, если здесь будет стоять стенка, к сожалению, вы тоже это увидите. То есть, если у вас, допустим, при пересечении с данным объемом подсвечивается, да? Ну вот. Подсветка работает, потому что я пересек данную сферу. Так можно, кстати, подсвечивать врагов, если необходимо. Ну, как это сделать? Берем нашу коробочку. Нашу коробочку. Так, я вот ее открыл. И здесь у нас есть две сферы. Первое, пересечение, которое мы над коробочкой делали, появление, получается, наших, так скажем, предметов, да? Оповещений. Вот, то есть, та же самая лупа. Допустим, ближе подходим, когда у нас появляется там надпись open или еще что-то, и мы начинаем что-то делать. Подсветки нет. Для того, чтобы это все сделать, у нас получается, при пересечении внешней сферы мы будем делать подсветку. Данная сфера у нас идет под именем сфера, просто begin overlap sphere, вот как раз-таки здесь нам необходимо делать подсветку. Мы выбираем наш предмет, это вот наш, получается, ящик весь. Перекидываем, вот, зажатый клавишей control, это получается мы get даем данного предмета. и пишем set render custom dev. В данном случае мы на end overlap, то есть мы выходим из данной коллизии, выключаем подсветку, а на вхождении мы включаем подсветку. Давайте посмотрим. Сохраняем, запускаем. В первую коллизию заходим, у нас идет подсветка. Соответственно, когда мы подходим, мы можем выключить эту подсветку, если необходимо, во вторую коллизию. Если нет, то нет. Смотрите, можно еще регулировать. Заходим в наш material instance, здесь есть регулировка по цвету. Можем сделать синюю окантовочку. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. тени окантовочка, то есть такие вот нюансы, да, то есть здесь чисто цвет выбирается. Но также еще можно повазить в самом материале. Вот здесь можете сразу цвет выставить без инстанса и так далее. Здесь красный, это у нас идет, получается, расчет каких векторов и так далее. Далее можно заменить некоторые цвета, но это может повлиять. Допустим, если мы сейчас здесь красный поставим, он может либо из... Так, ну вот, что и как раз таки повлияло, да. Потому что у нас постпроцесс действует на все. Ставим белый и ничего не изменяем здесь. Так, почему он у нас... Да, наверное, надо было же черный, наверное. Предположительно. Ну, к сожалению, нет. То есть вот такие вот вещи не стоит делать. Так, ну давайте... Сейчас я быстренько поставлю материал снова и продолжим. Материал установлен. И смотрите, здесь как бы не стоит ничего менять, да, как мы уже заметили. Очень сильно отличается, что это повлияет. Но также мы можем, если есть время и желание, поковыряться в остальных функциях данного материала. Но единственное, что здесь мы можем посмотреть, это заявок сюда, MF-ExtractDev. Здесь можно попробовать уменьшить границы, так скажем, обводки предмета. Если мы удалим вот эту линию, сюда мы можем подать, допустим, какие-то значения. Предположим, что это где-то, ну, давайте 40 тысяч. Если у вас слишком подсвечивается предмет, как-то, ну, прям края очень широко расположены. Видите, я поставил 40 тысяч, и он прям чуть-чуть мельком проглядывается. И здесь то же самое. То есть, именно толщина этой линии у нас уменьшена. Если я поставлю сюда, ну, там 35 тысяч, уже как-то более-менее должно быть. Да. Здесь уже подсветочка получше. Но все равно, видите, да, сверху, снизу уже нету. Она как-то некорректно воспроизводится, так скажем. Так что здесь можно подобрать необходимые значения. Допустим, 30. Все зависит, в общем, от того, какие персонажи или предметы подсвечиваются. Также можно вот эту интенсивность менять. Давайте поставим где-то в районе 3 тысяч. Может быть, тоже что-то изменится. И, в принципе, здесь уже ваше, да, изменилось. Она прям совсем перестала работать. Это из-за того, что вот здесь у нас слишком высокое значение, скорее всего. Давайте в районе 15. Да. Ну, изменения такие себе произошли. И видите, если что, когда вы двигаете у предмета, появляются такие разводы. Если вы хотите это исправить, есть такая штука, как Project Settings. Сверху в поиске набираем Blur. И у нас Motion Blur. Галочка стоит. Мы ее убираем. И у нас получается, что... Когда мы вводим, видите, у нас уже размытия нет. Это уже прям хорошо внешне как-то выглядит. В общем, вот так дают, друзья. Если вам это было необходимо, ставите этот материал и используйте. А на этом все. Всем пока. Продолжение следует...